Девушки отдыхают Даже находясь на полузаслуженном отдыхе, мы не перестаем заманивать в нашу передачу самую разномастную, словоохотливую и достаточно аппетитную на вид дичь. А недавно в ход коневские сети попала очень даже крупная рыба. Ну, если не акула, то по крайней мере сорожка шоу-бизнеса это точно. Мурат Насыров, конечно же, не сторожка, но с удовольствием попал в наши сети и тем самым доказал, что программа «Охот к нём» не утомила в поисках как водоплавающих, так и сухопутных сообщеников. Мурат, не смущает ли вас, что имея, в общем-то, казахстанские корни, вы приезжаете к нам в Казахстан как далёкий гость? Сначала меня это очень сильно смущало, но я понял, что в Казахстане мне не место, поскольку наш великий господин шоу-бизнес казахстанский ничего мне не дал. Поэтому мне пришлось перейти через него и пойти сразу в Москву. Собственно, я своими силами всё добился в Москве. А потом меня уже стали приглашать в Алмату, предлагали мне какие-то контракты, известный всем Мурат Иргалеев, мой тёзка, но, к сожалению, ничего не получилось. Я даже сидел в кабинете у мэра города Нуркадилова, который мне тоже что-то обещал, но опять же ничего не получилось, и мне пришлось опять собираться силами и делать всё самому. Я просто поставил условия, мне хотелось находиться в Москве и иметь связь с Алматой, это было невозможно. То есть они хотели иметь меня у себя под боком в Алмате, чтобы я жил в Алмате, и там же в меня вкладывать какие-то средства, для того, чтобы делать из меня звезду уровня Казахстана. Я этого не захотел, сказал, что я хочу завоевывать всю нашу бывшую страну, бывший СССР, ныне СНГ. На мои условия не пошли, мне пришлось, собственно, заниматься этим самым. Ход конём решил проверить Мурат Анасырова на излишнюю скромность. В качестве провокационного был выбран вопрос, а правда, что вы входите в десятку лучших исполнителей российской эстрады? В десятку лучших? Для меня это новость. Я думаю, что это ваш ход конём. В мой адрес. Я скажу, что нет чёткой формулы успеха ни у кого из исполнителей, у каждого своя судьба, у каждого свой путь. Я приехал в Москву в 89-м году и долгое время пытался доказать всем, что я действительно достоин того, чтобы быть на нашей эстраде. Но добился реальных результатов, можно сказать, только в 97-м году, когда вышла песня «Мальчик хочет там Бог». Возможно, что я перешагнул некую грань. Я, может быть, где-то изменил себе, но исполнение песни «Мальчик хочет там Бог» дало мне шанс стать известным. Наверное, помогло стать известным Мурату Насырову и то, что он закончил знаменитое музыкальное училище имени Гнесиных, и то, что всегда рядом с ним замечательные друзья-музыканты, и то, что Мурат действительно классно поёт, и не только про Тамбовского мальчика. Кстати, о том, что Мурат Насыров не мальчик. Кто помогает создавать имидж не мальчика, но мужа, скажем так? И не было ли, как скажем, соблазна такого называться не Мурат Насыров? Это же настоящее имя и фамилия. А ведь на эстраду выходят, начинают придумывать что-то более приятное. Ну, как правило, на эстраду выходят марионетки, которые выпускают марионеток, которые не имеют своего собственного «я», и с ними делают, что хотят, обзывают их всякими именами всевозможными и так далее. Мурат Насыров сам рулевой. В своё время мне предлагали тоже стать не Муратом, а Сергеем Насыровым. Сказали, что, например, такой пример. Ну, Меладзе, он хоть Меладзе, но он же Валерий, пусть ты будешь Сергеем Насыровым. Я сказал, что это не есть формула успеха, и решил как бы свои амбиции выдвинуть всё-таки на первый план в этом случае. То есть меня всё-таки воспринимают как компаньона, поскольку я сам пишу музыку, сам делаю эранжировки. Я это от Петбека ошарашен, если бы я закончил передачу, что ход конём ведёт Николай Султанбек. Как вы относитесь вообще к казахстанской эстраде, и есть ли какие-то звёздочки, которые достойны внимания, скажем, каких-то российских продюсеров или продюсерских центров? Ну, я хочу сказать, что Казахстан очень плодовит, особенно Алмата, наверное, скажем так. Ну, потому что все съезжаются в Алма-Ату, я знаю, что Батыр Шукенов, он сам не алматинец, он из Казаларды, но однако все едут в Алма-Ату, в Алма-Ату я сам, например, не алматинец изначально. То есть я родился в Алма-Ате, но корни мои вообще из Китая. То есть поэтому я по праву могу себя считать настоящим китайцем. Водитель в другом городе? Сейчас в Алма-Ате все живут. Есть замечательные коллективы Дуэт Эль, замечательный коллектив Мюзик Ола, ну и, конечно же, Астудио, которые на нашей российской сцене уже достаточно популярны и пользуются большим успехом. Я говорю о тех, кто вышел именно из Алматы, поднялся ещё выше. А с кем вы наиболее дружите в России с артистами, с певцами? С Астудио, наверное. 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 Ну я хочу сказать, что я, например, не зарубаюсь на том, чтобы дружить обязательно с представителями своего направления, они обязательно звёзды и так далее, друзей не выбирают, поэтому я думаю, что по-настоящему близкими друзьями для меня остались те ребята, с которыми я вырос в Алма-Ате, и вот ко мне недавно приезжал мой друг, и я понял, с которым я вырос, его зовут Канат, мы с ним буквально два дня провели в Москве, и я понял, что это действительно настоящая дружба, когда с человеком ты себя очень легко и свободно чувствуешь, когда ты с ним можешь молча пройти по бульвару, не промолвив ни слова в течение получаса. Это, мне кажется, настоящая дружба. Когда понимаешь другого с полуслова, то ты связаешь без слов вообще. Просто в последнее время становлюсь неким философом, поскольку первые мои интервью, да, они отличались тем, что я не мог связать двух слов вообще, потому что не понимал, для чего это надо, не понимал жизнь, да. Сейчас же я разглагольствую перед микрофоном, говорю о каких-то высоких моделях. Вчера я хочу сказать, что я очень устаю от того, чем я сейчас занимаюсь, и по большому счету я бы завязал уже через там два-три года. Главное, чтобы мне... А чем бы занялись? Ну, в этой сфере бы остался, но перестал бы ездить, поскольку быть артистом – это палка о двух концах. С одной стороны, тебя любят, с другой стороны, большая ответственность, и много фронтов, где ты должен себя проявлять, помимо того, что ты должен уметь петь, ты должен интервью правильно дать, ты должен, я не знаю, уметь держать публику и так далее, то есть быть коммуникабельным во всех отношениях, уметь переживать все то, что про тебя говорят за спиной, в прессе и так далее, потому что идеальных-то не бывает, поэтому достается... Ну вот, если устали ездить, значит ездили много. Какие неожиданности происходили на концертах, я не знаю, с фанатами, с музыкантами? Да все что угодно. Подходят люди с камерой в прямой эфире с микрофоном, говорят, как же вы пели песню Джулия замечательную и докатились до мальчика, который хочет тамбов. А в свое время мне баттеры рассказывают на концерте, на бис их вызывают, нелюбимое, нелюбимое. Говорят, ну что еще спеть, они все хором тамбов давай. Вот это мне кажется весело. Чтобы поднять уровень алматинского кайрата, нужно пригласить в команду Насырова Мурата. Я когда-то был футболистом, я в Алма-Ате занимался футболом и играл за инбек, за юношеский. Я подавал мячи на матчах на центральном стадионе и сидел на одной запасной вот этой штуке, как называется, с Куралбеком Мордобаевым и со Стукашовым. Я благодарю за такой живой, интересный разговор наших гостей. Он был еще живее. Я думаю, мы в нескольких частях, как сериал с ними. Потому что действительно очень приятно беседовать с очень умными, интеллигентными, с простосторонними людьми. Очень хороший сценарий был предоставлен, все очень подготовились хорошо, выучили текст. Нариман, я уже чуть не наркодилом тебя не обожаю. Нариман неплохий текст написал, поэтому мы так, в принципе. Мы люди-артисты, поэтому мы умеем играть. Счастья вам! Ход конем!